МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бийские геймеры готовятся к событию года, когда пройдет второй турнир по киберспорту уже сибирского масштаба. Итак, погода продолжает испытывать настойкость жителей региона. Град размером с перепелиное яйцо выпал сегодня утром в Бийске. Самый мощный удар принял на себя район Зеленого Клина. Урожай в огородах частного сектора погиб полностью. Стихия, по словам очевидцев, обрушилась на город мощной стеной. В отдельных местах град образовал целые ледяные сугробы. Из-за непогоды в Наукограде на несколько часов отключали свет. Сейчас электроснабжение восстановлено. Между тем, вторая волна паводка подходит к концу. В Барнаульском затоне снят режим повышенной готовности. За последние сутки уровень воды в Аби значительно снизился. Еще на прошлой неделе он составлял 533 сантиметра. 14 июня затон начала подтапливать. Тогда и решено было ввести режим повышенной готовности. В поселке дежурили спасатели. В местных продуктовых магазинах был создан необходимый запас продовольствия на случай чрезвычайной ситуации. За время второй волны паводка в затоне затопило 6 улиц. Люди передвигались только в резиновых сапогах. На утро сегодняшнего дня уровень воды составил 469 сантиметров. Над нулем водомерного поста за сутки вода упала на 22 сантиметра. Гвоздики, пионы, венки сегодня в Барнауле прощались с 6-летним мальчиком, который получил смертельный удар током. Трагедия произошла на ВРЗ вечером 27 июня. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. О том, что послужило причиной трагедии, пыталась разобраться Валентина Аскирова. Этот бесконечный поток людей провожает сегодня маленького Диму в последний путь. Проститься с ним пришла вся улица. Мальчик в этом году должен был пойти в первый класс. Но услышать свой первый звонок по роковой случайности не сможет. Трагедия произошла здесь, во дворе этого дома, по адресу водопроводная 27. По данным следствия, 6-летний ребенок гулял по улице и задел забор, который был под напряжением. В результате его мгновенно убило током. По предварительной информации, монтаж электропработки здесь накануне осуществлял человек, который не имел на это никаких полномочий. Веселый, подвижный и всегда отзывчивый. Таким вспоминают Диму соседи. Малыша воспитывала бабушка и дедушка. Зимой они похоронили дочь, маму мальчика. А теперь и свою последнюю отдушину. Они души в нем не чаяли. Господи, это вся жизнь была. Сейчас для них жизнь закончилась. Закончилась, да. Жизнь для них закончилась. Мальчик был активный, хороший. Он не конфликтный. В садике у меня ребенок с ним ходил. Никаких жалоб, никогда ничего не было. Действительно, даже не верится. Последний раз Диму видели в огороде. Счастливого и беззаботного. Таким его и запомнят. По факту гибели ребенка, алтайские следователи возбудили уголовное дело. Им предстоит выяснить, как опасные провода оказались в шаговой доступности от ребенка. Возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть причинение смерти по неосторожности. В ходе расследования уголовного дела следствием будут установлены обстоятельства произошедшего и лица, ответственные за гибель ребенка. Сейчас в детском саду, куда ходил Дима, объявлен сбор средств в помощь осиротевшим бабушке и дедушке мальчика. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости. Главное требование акции протеста – снизить цену на бензин до 20 рублей за литр. В Барновле прошел митинг против роста стоимости топлива. Начался он с автопробега от Павловского тракта до Площади Свобода. О самой акции, о том, что думают о ней в Алтайском топливном союзе, расскажет Ирина Корчагина. Их могло быть больше, но остальным, наверное, не хватило на бензин для автопробега. Ожидало, что на протестную акцию против роста цен на топливо выйдет порядка полутысячи человек. В итоге не более 50 активистов. Маршрут до места митинга – от Павловского тракта до Площади Свободы. Мы автомобилисты, и мы показали, что мы автомобилисты недовольны. Стоимость этого пробега – 26 километров. Это 150 рублей максимум с каждой машины. Требование митингующих – снизить цену на бензин до 20 рублей за литр по всей России. В Алтайском топливном союзе уверены – это утопия. И активисты явно забыли о большой налоговой нагрузке на нефтегазовую отрасль в нашей стране. Весь дорожный фонд у нас как раз лежит на бензине. На цене на бензин и на дизельное топливо. Тогда мы будем без дорог, без всего. И, соответственно, бюджет Российской Федерации, который формируется, если не изменять память, более чем на 45% как раз это на налоги от нефтегазового сектора. Также Матвейко уверен – эти 20 рублей повлекут за собой социальные проблемы, коснутся образования, строительства, торговли и не только. И если уж активисты и автомобилисты организовывают акции протеста, то требования должны быть реальными, а не из области фантастики. Ирина Корчагина, Николай Шилко. Наши новости. На выборах губернатора Алтайского края «Единую Россию» представит временно исполняющий обязанности главы региона Виктор Томенко. Его кандидатуру одобрило подавляющее большинство в рамках внутрипартийного голосования. В региональной конференции партии «Единая Россия» заключительная для губернаторских праймерис участвовали представители местных отделений и первичек со всего края. Из пяти кандидатов оставили одного – 188 голосов из 199. Подавляющее большинство доверило представлять партию временно исполняющему обязанности главы региона Виктору Томенко. Он, в свою очередь, заявил, что продолжит решать текущие проблемы, такие как проведение посевной, подготовку к краю к земле, ликвидацию ЧП и работать над своей предвыборной программой. Много очень встречаюсь с разными коллективами, большими, маленькими, на предприятиях, в организациях, просто на улице с людьми. Из этого общения стараюсь почерпнуть те надежды, те ожидания, о людях, надо сказать, высказывают очень открыто и очень заинтересованно. Вот чувствуется это желание действительно достучаться до власти, действительно что-то сказать, а где-то даже много и сделать, для того, чтобы жизнь у нас в Алтайском крае стала лучше. Тезисы программы Томенко не раз озвучивал на праймерис. Это социальная защита населения, упор на развитие промышленности, модернизация внутри сферы, поддержка сельского хозяйства. Кстати, на данный момент уже известно, что конкуренцию Виктору Томенко составит либерал-демократ Владимир Семенов. В следующей неделе с кандидатом определяться и справедливо росы. Коммунисты, возможно, вообще не будут никого выдвигать. Напомним, выборы губернатора края пройдут 9 сентября. Но сегодня временно исполняющий обязанности главы региона Виктор Томенко подал документы в избирательную комиссию края, как кандидат на пост губернатора. Анна Георгиевна, ну вот пакет документов. Да, спасибо. Вот паспорт. Да, представьте, пожалуйста. Вот флешка с копией всех документов. Хорошо, сейчас мы будем обозревать представленный пакет документов. Процедура регистрации заняла чуть более 10 минут. В присутствии журналистов Виктор Томенко передал необходимый пакет документов представителям Крайсберкома бумажный вариант был продублирован. Как того требует законодательство электронным. В документах специалисты не нашли ни одной ошибки. Но вот тем временем Крайсберком продолжает принимать документы от кандидатов на пост главы края до 28 июля. Пенсионеры Барнаула лишают квартир, причем с их собственного же согласия. Хитрая схема, рассчитанная на доверчивых стариков, в Кривой столице себя оправдала. Адвокатам известно как минимум о восьми потерпевших от компании по выдаче микрозаймов. Заключительным этапом каждой сделки был договор купли-продажи квартиры. Подробности знает Анастасия Дороган. Здесь Алевтина Веснина вновь училась жить одна. Когда ей понадобились 500 тысяч рублей, помощи ждать было неоткуда. Их пенсионерки выдали лишь в конторе микрозаймов «Сибирская народная казна». Она исправно платила по 38 тысяч в месяц. Просрочка случилась лишь однажды. А через 4 месяца из квитанции ЖКХ узнала, что квартира уже не ее, а человека, который фигурировал в заключении сделки. Перед выдачей денег меня пригласил руководитель этой фирмы. Предоставил мне договор купли-продажи. И пришел человек, незнакомый мне, который вместе со мной его подписал. Это подставное лицо. Он никто в этой фирме не работает. Он просто брат сотрудницы Закурдаева Антонина. Это выяснилось потом. А тогда представители казны объяснили, квартира им не нужна. Это просто гарант возврата займа. Кстати, договора самого займа и не было. Поэтому суд мошенничество не признает, а женщину просят съехать. Заявляем ходатайство об истребовании материалов уголовного дела, о назначении экспертизы, о допросе свидетелей. Суд нам в данных ходатайствах отказывает. Любопытная деталь. Сейчас идет гражданское дело, где наша героиня значится ответчицей. Решение суда изъять квартиру. Адвокаты будут подавать апелляцию на это решение. Но параллельно ведут уголовное дело, где директор микрофинансовой фирмы Роман Тюленев значится подозреваемым, а наша бабушка потерпевшей. В деле прописано, на квартиру наложен арест. А значит, передавать ее не должны. В нестыковку двух дел попала еще одна клиентка Сибирской народной казны Галина Макарова. Кстати, у нее договор займа был. Она успела вернуть 350 тысяч. А теперь ее штрафуют приставы, чтобы по решению суда освободить квартиру. В суде они отрицают, что никакого договора займа не было. Типа того, что я обратилась к ним с целью, чтобы продать квартиру. Меня один раз оштрафовали на 5 тысяч, меня и дочь. Вот сейчас еще до 29 числа. Суде объясняют, если бы уголовное дело в отношении директора фирмы Романа Тюленева завершилось, и женщин бы официально признали потерпевшими, съезжать из квартиры, скорее всего, не требовалось бы. Но сколько продлится следствие, неизвестно. За прошедшие годы адвокаты на Алтай отстояли жилье лишь двух пенсионеров. Тех, кому суды отказали в подобных делах, в разы больше. И число пострадавших только растет. Адвокаты пенсионерок надеются, что доводы людей услышат теперь уже в краевом суде. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости. События года в киберспортивной жизни Наукограда в Бийске началась подготовка ко второму турниру по компьютерным играм «Алтай Оупен Кап». Уже сейчас организаторы заявляют, что по масштабу эти соревнования превзойдут прошлогодние. Кроме алтайских геймеров, в Бийск готовы приехать команды из других регионов Сибири. О том, когда состоится очередное виртуальное сражение, и что бийские киберспортмены обсуждали с депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым, расскажем далее в сюжете. Бийские геймеры сейчас вовсю готовятся к предстоящему турниру. Тренировки проходят практически каждый день. Данил Бекишев специально собрал новую команду. Свою сборную капитан настраивает, если не на победу, то на попадание в тройку сильнейших. Наверное, как два месяца приступили к плотным тренировкам. Каждый день мы собираемся, играем какие-то клан-варсы, это между командами игры. Ну и стараемся, чтобы пройти хотя бы интернет-квалификации, чтобы выйти в финал, ну, краевой финал, чтобы уже сыграть в финале и, возможно, победить. Уже известно, крупный кибертурнир, которому пока нет аналогов в Алтайском крае, в Бейске состоится 2 сентября. Как и год назад, Алтай Open Cup пройдет в трех основных дисциплинах. Только вот участников ожидается гораздо больше. Теперь это будет турнир не краевого, а сибирского масштаба. Такое решение было принято на встрече с депутатом Государственной Думы Александром Прокопьевым. Расширить его сейчас на этом этапе, мне кажется, было бы абсолютно правильно. Тут, в принципе, и обмен опытом некоторый произошел, потому что, ребята, как говорится, хочешь научиться лучше что-то делать, в том числе соревноваться там или в каком виде спорта там или играть, то играй с более серьезным противником. Фонд Александра Прокопьева уже второй год поддерживает Бейский кибертурнир. Главная цель – создать необходимые условия для развития киберспортсменов, чтобы в Бейске и вообще в Алтайском крае появились игроки и команды международного уровня. Потенциал для этого есть. По сути, нужно сейчас получить просто аккредитацию на сам клуб и мне, соответственно, судейство. Я уже аккредитацию сам прошел, я уже как официальный судья числюсь в киберспорте. Но сам надо клуб аккредитовать и, в принципе, можно у нас будет проводить турниры уже всероссийские. Не исключено, что уже третий турнир, который в Бейске пройдет в 2019 году, будет уже всероссийским. К этому вопросу киберспортсмены и депутат Государственной Думы еще вернутся. Сейчас же нужно готовиться к приему сибирских геймеров. Евгений Плохотин, Евгения Ижутова, Иван Зяблецкий. Бейск специально для наших новостей. Сборная России обыграет сборную Испании? Обыграет. С каким счетом? Ну, предел 2-0, это, это, предел внутри, 3-1-3, ну, примерно такое. Нет. Почему? Потому что команда не собрана. Ты Дзюба не забьет. Ну, если только с головы. С головы? Да. Но это не поможет. И то будет офсайд. Наверняка обсуждаете футбол. Нет. Сборная России выиграет Испания? Нет, выиграет, выиграет. С каким счетом? Некогда нам, господи, идите. 3-0. Сборная России обыграет сборную Испании? Россия. С каким счетом? Так вот, эй! Иди сюда. С каким счетом обыграем? Еще, 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 еще. Я, правда, футбол-то не интересуюсь, не знаю, поэтому я не могу сказать. Меня брат интересуется, он все знает. Ну, тут придется посмотреть, я думаю. Придется. В субботу, завтра. В воскресенье. В воскресенье? Да. Спасибо. Что ж, ставки сделаны. Светский раут со скрипкой и ханом Алтаем. Накануне в бутик-отеле «Золотая подкова» состоялся закрытый показ фильма «Хранители Алтая». Эксклюзивно для друзей и партнеров журнала «Автограф». В лучших традициях бизнес-издания «Автограф». Приятная атмосфера, живая музыка, фото-зона, общение и новые знакомства. Не обошлось и без подарков от партнера мероприятия – компании «БКС Брокер». Приготовили как высокотехнологичные подарки, да, потому что мы себя позиционируем как передовой брокер, технологичный. Приготовили зарядные устройства портативные, переносные, очень мощные. Также приготовили, так мы все-таки инвестиционная компания, приготовили инвестиционную монету. «Хранители Алтая» – это фильм о людях, которые знают сакральный край немного больше, чем все остальные. И через них каждый зритель смог прикоснуться к тайне. Где бы мы ни находились, куда бы мы ни ездили, на самом деле мы ищем какие-то собственные, мы открываем себе какие-то собственные грани через новые места. И Алтай – это, на мой взгляд, самое подходящее место для того, чтобы проявить себя с разных сторон. Поэтому я еще раз благодарю организаторов за приглашение. Мероприятие, которое проводит «Автограф», я не в первый раз уже участвую в таких мероприятиях, в том числе и просмотр нового фильма. Мне всегда очень нравится, очень приятно, очень душевная атмосфера. Совсем скоро авторы фильма «Хранители Алтая» получат прокатное удостоверение. И уже осенью любой желающий сможет увидеть картину на больших экранах. Юлия Демидова, Андрей Печоркин. Наши новости. Ну и в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Когда беспокоит сердце, повышены давление, холестерин и сахар в крови. Принимайте лекарства «Кардиоактив Таурин». «Кардиоактив Таурин» от компании «Эвалар». На большей территории края вновь дожди и грозы. В Бийске, Белокурихе и Зминогорске 24 тепла. В Рубцовске 26. Прохладнее всего. В Камнино-Аби там 22 со знаком плюс. В Барнауле юго-западный порывистый ветер. Возможен дождь ночью 19, днем 26 со знаком плюс. А у меня на сегодня все новости. До встречи. Дмитрий Уланин воевал на Центральном и Белорусском фронтах. В 1944 году на берегу реки Нарева уничтожил два танка и три десятка вражеских солдат. Позже при отражении вражеских атак поджег еще два танка. За образцовое выполнение заданий ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Героя Советского Союза